Центр разработки и производства электроники создадут в Уфе. Об этом на полях международной выставки Иннопром договорились правительство Башкортостана и компания Custom Engineering. Но в реализацию проекта вложат более 100 миллионов рублей. Инженерный центр уже ведет разработку программно-аппаратных комплексов. Есть производственный цех, но и предприятие позволит заместить электронику крупных западных игроков, ну а также выйти на экспорт. На международной промышленной выставке делегация республики подписала целый ряд соглашений о реализации проектов, направленных на импортозамещение, о создании высокотехнологичных продуктов и решений, но в частности о строительстве технопарка в сфере высоких технологий. Он должен стать центром производственных, технологических и исследовательских компетенций в области нефтегазового машиностроения. Восходящую динамику привлечения инвестиций в регион промышленного развития, в том числе малых и средних предприятий, оценил и президент опоры России Александр Калинин. Он отметил, что это результат той системы управления инвестициями, которую создали в Башкортостане несколько лет назад. Я считаю, что она одна из лучших в стране, когда все инвестиции от 10 миллионов обсуждаются на инвестсовете, который проводит лично глава республики Ради Хабиров. И если все считают, что этот проект достоин того, чтобы быть реализован, это ставится сразу же в систему государственного управления. Инвестиции в республику Башкортостан, они по динамике одни из лучших в стране. Мне кажется, этот опыт нужно тиражировать, особенно в новых регионах Российской Федерации, прямо копировать и внедрять по всей стране. Ну и напомню, Башкортостан занял первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в России. По итогам 2023 года наш регион вернулся на лидирующую позицию. По итогам 2020 и 2021 года регион занимал первое место, но в 2022 замыкал тройку.